Водитель Лексуса погиб в лобовом ДТП со сценой. Трагедия произошла в Кабанском районе. По предварительным данным, 30-летний мужчина не справился с управлением. Снес столб и влетел в сцену. Водитель погиб на месте. Пассажира увезли медики. Еще одно смертельное ДТП из-за потери управления произошло в Кяхтинском районе. Там 81-летний дедушка утратил контроль над Тойотой и перевернулся. Мужчина погиб на месте. В Гаире сказали, что тот не был пристегнут. На перевале Мандрик перевернулась фура. Пострадал один человек. Из-за аварии водили реверсивное движение. Очевидцы сообщили, что дорога на Серпантине не была скользкой. У многих школьников начались каникулы. А это значит, что грядет пора ДТП с участием оставленных без присмотра детей. Накануне 11-летнюю девочку сбил водитель Лады. Мужчина ехал по двору на улице Шумятского. Школьницу увезли в больницу. В Джидинском районе мальчик почти потерял кисть при неосторожном обращении с техникой. Пострадавшего санавиацией доставили в ДРКБ. Здесь врачи сотворили хирургическое чудо. Они сшили сосуды, восстановили локтевой нерв и сухожилие. Для дальнейшего лечения и реабилитации мальчика перевели в московскую больницу. В столицу Монголии прилетел президент Франции. Там Эммануэль Макрон поклонился статуе Чингисхана. Официальная часть переговоров пройдет сегодня и завершится посещением музея человека тысячелетия. Часть коллекции этого музея будет отправлена на выставку во Францию. За неделю жители Бурятии перевели мошенникам 12 миллионов рублей. Больше всего пострадала Улан-Уденко, которая поверила лжеприставу. Мошенник рассказал, что некто пытается продать ее квартиру и предложил опередить его, а полученные деньги перечислить на безопасный счет. Женщина выполнила все указания и лишилась почти 5 миллионов рублей. Всего с начала года наши земляки перевели мошенникам почти 200 миллионов рублей. Любовная драма разыгралась в Чевыркуйском заливе Байкала. Там два самца-андатры подрались, пытаясь завоевать расположение дамы. Только вот девушка не оценила жесты и отправилась на поиски более спокойного кавалера.